Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер восемнадцатый. Это мы решили отбучить нас, просили. Новый Завет, вторание Блаженного Фетилакта. Поехали. Послание к кремлинам, 3 глава, 5-6 стихи. Пишется, если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Толкование Блаженного Фетилакта. Здесь представляет одно возражение. Иные могли сказать, если из того, что Бог облагодетельствовал нас, а мы явились неблагодарными к Нему, Он оказывается еще более верным, то за что же гневается Он? То есть наказывает нас, если мы стали причиной Его оправдания и победы. Таково возражение. Апостол решает оное весьма мудро и в обличении иудеев. Из того, что Бог наказывает тебя, не следует, что ты причина победы Божией, ибо несправедливо победителю наказывать того, кто был причиной победы. Но Бог не несправедлив. Иначе как Богу судить мир, если Он несправедлив? Посему, когда Бог наказывает тебя, а Он несправедлив, следует, что ты не стал для Него причиной победы тем, что грешил. Ибо Бог и иначе мог победить, если бы ты не оказался злым. Слова, говорю, по человеческому рассуждению, имеют такой смысл. Так, говорит, отвечая в оправдании Бога по человеческому разуму, то есть так, как только может отвечать человек здравомыслящий, ибо действия Божия имеют некоторые непостижимые для нас основания, превосходят человеческий разум и не нуждаются в защите нашей. Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Проведен судно таковых. Полкование. Снова повторяет прежде сказанное, чтобы уяснить то. Если через преступление мое явился Бог праведным и верным, то за что же, наконец, осуждать меня, оказавшего пользу славе Божией? В таком случае я заслуживаю не осуждения, но награды. А если это справедливо, то справедливо будет и то, что говорят о нас язычники. Язычники, слыша слова Павла, римлянам 5.20, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, подвергали их осмеянию и утверждали, будто христиане говорят, будем делать зло, чтобы вышло добро, будем грешить больше, чтобы умножилась благодать. Эти слова язычников, сказанные ими в поругании и насмешку над нами, имеют место и в настоящем случае, если допустить, что Бог являет свою благость, благодаря нашей порочности и неблагодарности. Но в самом деле не так. Речь язычников есть речь, говорящих всегда ложь. Праведен судно таковых. То есть они наказаны будут по справедливости. Итак, тем, что грешу, я не становлюсь причиной оправдания Божия, потому что осуждаюсь как грешник, ибо если бы я грешил во славу Божию, то не осуждался бы. Римлянам 3 глава 9, 18 стихи. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились в пути, да одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Толкование. Сказав выше, что иудеи имеют некоторое преимущество, потому что им верен и вручен закон, теперь доказывает, что они не имеют никакого преимущества по делам своим, ибо, как не сохранившие веренного им, они подвергнутся большему осуждению. Посему, хотя и имели они некоторые преимущества, как избранные Богом, но как делами своими они обесчестили почтившего их честью и избравшего их Богом, то не только уже не имеют никакого преимущества, но и подвергнутся большему осуждению. Говорит как бы от лица иудеев. Итак, что же, имеем ли мы преимущество, превосходим ли других, угоднее ли прочих Богу мы, иудеи, которые получили закон и обрезание? Нисколько. Ибо иудеи, чтобы не сказать больше, согрешили так же, как и язычники. А откуда это видно? Из пророков. Именно Давида и Исаии. Псалом 13 стих 3-й, 5-й, 9-й Псалом, стих 28-й, 139-й, стих 4-й. А речь со слов, ноги, быстрые, до слов, они не знают пути мира, принадлежит Исаии. 59-я глава, стих 7-й, 8-й. Затем опять следуют слова Давида. Псалом 35 стих 2-й. Итак, представляет обвинителями иудеев, знаменательнейших пророков, и показывает, что о ней говорят совершенно согласно. Почему после слов Исаии опять приводят слова Давида? Ибо Исаия ясно говорит об иудеях. О них же говорит. И Давид. Далее. Как скоро кто уклоняется от добра, тотчас делается бесполезным. Ибо порочность есть не что иное, как извращение естественных побуждений к добру. Почему, возбуждая человека к противоестественному, делает его бесполезным? Ибо природа не пользуется уже им, подобно тому, как не пользуется она при отправлении дел своих больных. Разрушение и пагуба есть грех, ибо ничто так не разрушает душу, как грех, неправильным путем своим. Ибо добродетель, как естественное добро наше, устрояет нам путь ровный, гладкий. А порочность, как дело противоестественное, известное недостатками и излишками, заставляет нас иногда нестись вверх, иногда вниз, и потому делает движение наше неровным и трудным. Не говорю же о том, что она готовит нам после этого наказания. Они не знают пути мира, то есть благочестивой жизни. Ибо благочестивая жизнь есть путь спокойствия. Возьмите, говорит Господь, иго моё, и найдёте покой. Матфея 11, глава 29 стих. Вот путь к истинному миру Христову. Послание к римлянам, 3 глава, 19 и 20 стихи. Но мы знаем, что закон, если что, говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познаётся грех. Толкование. Дабы иудеи не могли возразить, это не к нам говорится. Высказывает, закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Какая говорит надобность, говорит другим, когда закон дан вам. Законом же называют весь Ветхий Завет, а не один, Моисеев, только закон, как и теперь наименовал законом пророчество Исаии и Даниила. Словами заграждаются всякие уста, изображает хвастовство иудеев и неостановимое стремление языка их. Ими пророк обуздал его, как стремительный поток. Апостол же разумеет не то, будто для того грешили, чтобы заградились уста их, но для того были облегчаемы пророками, чтобы не представляли грехов своими грехами неведения и не хвалились. И не одни иудеи, но и весь мир становится виновен пред Богом, то есть осужден, чужд дерзновения, неоправдываемым собственными делами, но имеющим нужду в посторонней помощи, то есть в благодати Христовой. Что же ты, иудей, хвалишься законом, когда ты наравне с остальным миром повинен, как неоправдываемым делами закона? Римлянам 3 глава 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Толкование. Если ты, иудей, хвалишься законом, то знай, что он служит для тебя причиной большего наказания, ибо через него ты узнал грех, а кто грешит сознанием, тому грозит большее наказание. Но это случалось по твоему нерадению, ибо ты не бежал греха, сделавшегося тебе известным, и потому навлек на себя большее наказание. Как же освободишься ты от этого наказания, если примешь правду Божию, независимую от закона? Ибо нас оправдает Бог, хотя бы мы и не имели дел, потому что Бог всемогущ. Прекрасно выразился, явилась, дабы показать, что правда Божия существовала прежде, но была сокрыта. И словами о которой свидетельствуют закон и пророки, также показывают, что она не есть что-либо новое, но что они и говорили, и закон Моисея, и пророки, почему и достойно приятия. Ибо хотя она независима от закона, однако совершенно согласна с законом, имеют целью оправдать нас. В Римлянам 3 глава, 22 по 24 стихи. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе. Толкование Это правда говорит, то есть оправдание, которым оправдал нас Бог, не сходит на всех через веру. Когда мы приносим веру, то оправдываемся все, иудеи и язычники, ибо нет различия. Иудей не предпочитается язычнику, потому что получил закон, ибо и он согрешил, так как из закона научился только, как узнавать грех, а не как избегать его. Если он и не так согрешил, как язычник, но славы лишен одинаково, потому что оскорбил Бога, а оскорбитель пожинает плод не славы, но бесславия. Но ты не отчаивайся. Все оправдываются даром по благодати Божией. А благодать, это бывает через искупление, то есть через совершенное освобождение, соделанное Христом, ибо Он оправдал нас, давший самого Себя выкуп за нас. Римлянам, 3 глава, 25 по 26 стихи. «Которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Толкование. Упомянул об очищении жертвы умилостивления и крови, дабы убедить иудея, что прощение и оправдание совершаются через Христа. Если рассуждает, ты верил, что грехи разрешались кровью овец, то тем паче разрешаются они кровью Христа. И если очищенное законное, будучи образом Христа имело такую силу, то гораздо большую силу имеет сама истина. Очищением, очистилищем, называется покров ковчега, украшенный поставленными на обеих сторонах его херувимами. Оно указывало на естество человеческое, которое было покровом божественности, закрывавшим его, но прославлялось ангельскими силами, служащими ему по причине соединения его с Богом Словом. Сказал, предложил, дабы показать, что избавление кровью Христовой предопределено издревле для исцеления от расслабления, то есть омертвения от грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. Ибо, хотя мы пользовались много благостью, однако сделались подобные расслабленным и омертвевшим. А случилось это для показания правды Божией, чтобы не только сам Бог явился праведным, но и других, омертвевших во грехе, мог воскресить и оправдать. Подобно, как и явление богатства, состоит в том, чтобы кому-нибудь не только самому быть богатым, но и быть в состоянии сделать богатыми других. Итак, не стыдись, оправдываем мы таким образом. Если Бог себе присвояет дело это, то есть превозносится и хвалится им, как оправдывающий нас в настоящее время, то есть когда грех достиг крайнего предела, и когда мы признали как бы расслабленными и мертвыми, то чего тебе, иудей, стыдиться такой славы Божией? Римлянам, 3 глава, 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Толкование. Апостол доказал, что мы оправдываемся через веру. Почему справедливо спрашивают иудеи, где же то, чем бы хвалиться, тебе и гордиться? Не говорит, где добродетель, ибо иудеи не имели добродетели, но только похвальбу. И продолжает, уничтожено, что значит, хвалиться уже не время. До Христа благовременно было хвалиться законом, а теперь уже неблаговременно, ибо стало видно, что похваление им бесполезно. Ибо если бы мог оправдать нас закон, то не было бы для нас нужды во Христе. Каким же спрашивают законом уничтожено? Законом ли дел? То есть тем, который говорит, что исполняющий их человек жив будет. Левитам, 18 глава, 5 стих. Ибо это сказал закон Моисеев. Нет, отвечает, но законом веры, который оправдывает благодатью, а не делами. Вот и веру называют законом, потому что слово закон было в чести у иудеев. Итак, хвались, иудеи, верой, которая может оправдать тебя. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. Толкование. Доказав, что оправдание в крови Христовой, а не в делах закона, заканчивает речь и говорит, из всего сказанного заключаем, что всякий человек оправдывается верой. Не смущайся этим иудеем, будто нелепостью. Бог есть не частный Бог, чтобы спасти только тебя, а не всякого человека. Здесь же пристыжает иудеев и весьма устрашает их, как богоборцев, если не допустят, что язычники спасаются через веру, ибо они не верят, что он есть Бог всех и равно промышляет обо всех. Один говорит, что есть Бог, то есть Бог иудеев и язычников, который и обрезанного оправдывает незаконом, но верой и не обрезанного принимает припосредствии веры. Упомянув же обрезании и не обрезании, припоминает и сказанное выше, где доказал, что не обрезание не приносит пользы, когда нет дел, ни не обрезание вредит само по себе. Итак, при том и другом нужна вера. Послание Криллинам, 3 глава, 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. Толкование. Сказанное, что закон не спровергается верою, привело иудеев в смущение, поэтому врачует их своей великой мудростью, говоря, что вера утверждает закон. Ибо чего желал и закон, то есть оправдать человека, но не мог сделать, то совершает вера. Кто только уверовал, тот уже оправдался. Итак, вера не уничтожила, но утвердила закон. Выражением утверждаем, внушает, что закон лежал, а лежащего надо поднять и подставить. Глава 4, послание Криллина, 1 стихи, 3. Что же скажем? Авраам отец наш приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Толкование. Достаточно доказав, что для всех нужна вера, подтверждает это еще примером Авраама, пользовавшегося у иудеев большим уважением и говорит, что и он, отлично совершивший много великого, оправдался не делами, но верой. Называть его отцом по плоти, дабы показать, что иудеи не имеют духовного родства с ним. Или лучше, дабы обязать их этим во всем подражать ему. Если он оправдался делами, то имеет похвалу, но не перед Богом. То есть может хвалиться тем, что хорошо сделал нечто собственными трудами, но это не значит хвалиться перед Богом и не направляет к Богу. Напротив, кто оправдывается верою, тот имеет похвалу перед Богом. Может хвалиться о Боге, как спасенный его благодатью и возлюбленный им. Может хвалиться верующий и иначе, именно как прославивший Бога тем, что поверил, что он может сделать то, что кажется нам невозможным. Итак, он имеет похвалу и дерзновение пред Богом, как имеющий истинное понятие о нем и верующий ему как всемогущему. Послание к римлянам, 4 глава, 4 по 8 стихи. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажен ищи беззаконие прощены, ищи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Толкование. Делающий говорит, получает мзду, как даваемую ему за труд по долгу. Верующий, хотя не делает, однако представляет со своей стороны вещь весьма значительную, потому что убедиться в том, что Бог изжившего в нечестии может не только освободить от наказания, но и сделать праведным есть дело высокой цены. По этой причине и верующему вера его вменяется в праведность. То есть его веру приемлет Бог, не для того, чтобы дать ему мзду, но для того, чтобы оправдать его. Поэтому кто верует, тот приносит нечто и со своей стороны именно веру. Доказав примером Авраама, что правда или оправдание от веры представляет и Давида, который называет блаженным того человека, которому Бог не вменяет греха, и показывает преимущество и превосходство веры. Ибо если блажен тот, кто получает прощение по благодати, то гораздо блажение тот, кто выказал веру и оправдан ею. Что же говорит затрудняешься в том, что он получает прощение грехов по благодати? Видишь, что получивший отпущение по благодати ублажается, ибо пророк не назвал бы его блаженным, если бы не знал, что он имеет большую славу, ибо блаженство есть нечто весьма важное и выше самой праведности, оно сверх всех благ, получаемых нами от Бога. Римлянам 4 глава 9-10 стихи. Блаженство сие относится к обрезанию или к не обрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Толкование. Если говорит блаженство принадлежит тому, кому не вменит Господь греха, то есть оправданному, а Авраам оправдан, то все конечно он получил блаженство. Посмотрим же, когда он оправдался. До обрезания или по обрезанию. Конечно, до обрезания. Значит, блаженство падает на не обрезание. То есть, более принадлежит не обрезанию, нежели и обрезанию. послание к римлянам, 4 глава, 11-12 стихи. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Толкование. Решает естественно возникающее возражение. Иной быть может возразил бы, если Авраам оправдался до обрезания, то для чего был обрезан? Апостол отвечает, он знак обрезания получил, вместо печати запечатлевающей, что он оправдался верою, которую обнаружил прежде, будучи не обрезанным. Итак, относительно Авраама представляются два предмета необрезание и обрезание. Через необрезание он оказывается отцом необрезанных. Но каких? Которые подобно ему веруют, чтобы и им вменилась праведность, то есть чтобы и они оправдались. С другой стороны, через обрезание Авраам оказывается отцом обрезания, то есть обрезанных. Отец жил не только тех, которые имеют обрезание, но и которые ходят по следам веры его, которую имел вне обрезании. Итак, настоящее место надо читать так. Стал и отцом обрезанных, не для тех, которые подобны ему по одному обрезанию, но для тех, которые ходят по стопам веры его, то есть подобно ему веруют воскресение мертвых тел. ибо он старости и в омертвении поверил, что Бог может сделать семя его плодовитым и дать ему сына. Полная мысль такая. Авраам, будучи необрезанным, уверовал и оправдался, чтобы таким образом стать отцом верующих необрезанных. С другой стороны, он получил обрезание печать и знак веры, которая в необрезании, чтобы стать отцом обрезанных, ходящих, разумеется, по следам его веры, которую имел он, не будучи еще обрезан. Коль скоро нет этой веры, обрезание попусту хвалится, подражая тому, кто показывает кошелек, которому приложена только печать, но к которым нет ничего. Итак, в Иудеи есть кошелек, запечатанный обрезанием, но веры, печать, которой есть обрезание, не имеющие. Римлянам 4 глава 13-14 стихи Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, если утверждающиеся на законе суть наследники, то честна вера, бездейственно обетование. Толкование. Апостол доказал уже, что оправдание бывает незаконом, но верой. Теперь он доказывает, что и обетование получил Авраам незаконом, но праведной верой. Какое же обетование? Быть наследником мира, то есть, чтобы в нем благословились все народы, всего мира. Ибо если наследие говорит, дано законом, то честна вера, то есть, оказывается честной и бесполезной. Ибо кто станет заботиться о вере, если обетование, наследие дано законом? Но положение дела не таково. Авраам наследовал обетование незаконом, ибо где тогда был закон? Но верой, как написано, Авраам поверил. Бытие 15 глава, 6 стих. Римлянам 4 глава, 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Толкование. Теперь доказывает, каким образом бездейственно обетование. С законом говорит, соединено преступление, а преступление закона производит гнев и подвергает клятве и наказанию. Как же, спрашивается, виновный преступление достойно следовать? Римлянам 4 глава, 16-17 стихи. И так, поверив, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, Я подставил Тебя Отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Толкование. Так, как закон производит гнев, то и говорится, что Авраам оправдался и стал наследником веры, дабы все было по благодати. А благодать для чего необходимо? Дабы обетование было непреложно. Ибо благодать не как закон не имеет преступления, чтобы даруемое было не твердо. Поскольку же все бывает по благодати и милости Божией, то даруемое по справедливости не приложено всем нам, то есть для всех верующих, не для тех, только которые по закону, то есть обрезаны, но и для тех, которые не обрезаны, которые суть семя Авраама, рожденное по вере. Поэтому кто не имеет веры, тот не есть семя Авраама, который есть отец всем нам, то есть верующим, как написано, я поставил тебе отцом многих народов. Смысл такой. Авраам есть отец всех пред Богом, то есть подобно Богу, как Бога есть отец всех, так и Авраам, не по естественному родству, но по союзу веры, которому он поверил, присовокупил для того, чтобы показать, что Авраам получил и награду за веру, быть отцом всех. Поэтому если ты, иудея, не признаешь, что Авраам есть отец всех, то ты уменьшил почесть, которую получил он верою. Теперь повторяет сказанное выше, то есть, что Авраам поверил, что омертвевшую плоть, какова была его, может Бог не только оживить, но и сделать плодовитой. Почему говорит теперь животворяющим мертвых, слова же называющим несуществующей, как существующей, присовокупил для того, чтобы показать, что для Бога не невозможно сделать тех, которые не дети Авраама, детьми его. Не сказал, однако, приводящим в бытие несуществующей, но называющим. Сколь легко для нас назвать что-нибудь существующее, столь же удобно для Бога привести в бытие несуществующее. Все. Субтитры создавал DimaTorzok